Продолжение следует... Переход от одного вида экономики к другому невероятно болезненный, но когда мы переберемся на другую струну, то будет лучше. Переворот в доверии. Биткоин возник в 2008 году. Первые документы и программное обеспечение пришли от некого человека, который назвал себя Сатоши Накамото. И идея системы заключалась в том, чтобы создать финансовую сеть, которая была бы вне контроля правительства, вне контроля банков. И она была создана, похожа на интернет, которым управляют люди, которые используют валюту. В 2011-м, после серии банкротств и шумихи, биткоин попал в общественное самосознание. И как любая утопическая технология, биткоин прорвался через внешние границы. И сейчас распространяется по всему миру. Переворот в доверии. Часть первая в начале. 3 января 2009 года выпущен первый биткоин. 2140 год. Выпуск последнего биткоина. Майнинг. Выпуск биткоина. Люди не слишком разбираются, как функционирует биткоин. И многие не понимают, что это просто учетная книга, где записаны все транзакции, которые имели место по всему миру. И содержание этой книги открыто для общества, и доступ бесплатный. Отличительная, удивительная, даже революционная, сногсшибательная особенность всего этого – это то, что книга написана каждым через его согласие. Представьте, есть несколько человек, которым нравится книга, и они достигли согласия, как это было с Рождеством и Библией, или консенсусом евреев по Торе. Мы говорим о книге, в которой все пользователи финансов достигли согласия с тем, что там написано, и каждый может постоянно проверять ее. Это и есть то, что представляет собой биткоин. Это первый раз в истории человечества, когда мы все согласились с технологическим путем сделать что-то вместе, что-то, с чем все согласны. Это парадигмы, которые дают человечеству идеи о широком распространении процессов сближения. Мы собираемся настаивать на том, что эта работа и децентрализована. Будущее блестящее. Еще никогда не было того, кто бы мог сделать это в реальной системе, в программном обеспечении, потому что никто не мог преодолеть такую вещь, как двойной расход. С золотом все проще. Со всем, что есть физически, я даю вам кусок золота, у вас есть, у меня нет, потому что я вам его отдал. Но что касается цифровых вещей, то в сущности я даю вам копию, у вас есть, но у меня есть. С валютой и деньгами мы не можем себе такого позволить, ведь тогда она будет бесполезна, не так ли? Как решить такую проблему? Исследователи ищут ответ, по крайней мере, последние 20-40 лет, а на конец 2008-2009 годах мы получили версию биткоина, которая решает проблему с помощью такого глобального инструмента, как блокчейн. Блокчейн – умное словечко, так что я толком даже не знаю, что оно значит. Думаю, смысл зависит от того, кто это говорит. В общем, тут имеется в виду идея о записи транзакций, которая безопасна и распределена. Сегодня такие компании, как Facebook, Google, Amazon, Apple, все больше и больше зависят от наших данных, и каждый раз кто-то смещает одну из монополий. Что-то назревает, что-то полностью изменит всю игру, и я думаю, это технология блокчейн. Это не то, о чем стоит беспокоиться, в то же время это слово, которое относится к определенной вещи. Эта определенная вещь действительно полезна, с помощью нее можно много всего построить. Существует множество способов, чтобы описать это. Мне нравится одна фраза Роберта Сэма – это децентрализованная автоматизация. Идея в том, что вы можете запустить разные вариации процессов, так что номер один полностью автоматический, поэтому вы можете получить просто огромную выгоду в эффективности из этого, и номер два – децентрализованный. То есть номер один – здесь нет процесса, который может быть поврежден каким-то определенным объектом, и номер два – нет процесса, который требует центрального объекта, что своего рода, естественно, создает множество возможностей этих тенденций стать всеобъемлющей. Сейчас эти технологии воспроизводятся по твердому пути, и под этим я понимаю распределенную главную книгу блокчейна. А затем биткоин-сообщество может отойти от установленного принципа анонимности и заменить его всем известным финансовым регулированием. Но ничего не изменит. Вот этот путь, я бы сказал, что люди всегда переоценивают то, что технологии могут сделать за два года, и недооценивают то, что будет через десять. Те люди, которые считают, что биткоин каким-то образом перенесет их в либеральный рай, где не будет правил клиентов, или не будет правил под денежным переводом, такого не будет. И те люди, которые думают, что все валюты обвалятся, и будет гиперинфляция, и биткоин – это наше спасение, я думаю, они тоже не правы. В мире, где идет реальная борьба за то, чтобы достигнуть инфляции в 2% в любой точке индустриального мира, здесь технология блокчейн станет фундаментальной в сокращении негатива. Я думаю, ответы здесь в большинстве случаев будут «да». Ларри Саммерс говорил о том, как технология блокчейн появилась, и о том, какая она чудесная, и как она сможет изменить всю работу мировой финансовой системы. Но довольно сильные противники, такие как я, думаем, что получим анонимные транзакции, которые будут частными и закрытыми от правительства, и людям будет позволено делать все, что им хочется с их деньгами. Он говорит, что мы ошибаемся, но я думаю, ошибается кто-то из нас, и не думаю, что это я. Я верю, что настанет день, когда люди, которые разделяют мою точку зрения о биткоине, будут в меньшинстве, но я также думаю, что это знак того, что мы выигрываем. Сейчас так много людей, которые заинтересованы в этой технологии, что найдется кто-то с похожей точкой зрения на мою. Это здорово, что и Банк Америки, и Велс Эрго, и Вестерн Юниор здесь, в этом же пространстве и времени, это значит, что мы побеждаем. И надеюсь, что это значит, что они не смогут обходить то, что мы построили до этого момента, и в свою очередь направили в сторону какой-нибудь иерархической системы, где, как вы знаете, правительство имеет возможность отслеживать каждую совершенную транзакцию. Это было бы моим ночным кошмаром. Есть своеобразная борьба между людьми, которые изначально привнесли это в мир с теми, кто хочет, чтобы это было революционной, новой технологией, которая бы помогла людям освободиться от правительства и банков. И с другой стороны, сейчас правительства и банки сами пытаются использовать эту технологию, чтобы изменить использование денег, изменить способы хранения информации. И я думаю, что вопрос, с чем это закончится, открыт. Субтитры создавал DimaTorzok Майнинг – это основа биткоина. Изначально люди, которые занимались программным обеспечением биткоина и пытались победить в этой гонке за майнингом биткоина, были своего рода фанатиками, которые влюбились в эту идею. Со временем майнинг биткоина по существу стал специализированной профессией, доступной любому человеку в мире, который в состоянии установить настройки, именно поэтому майнинг все больше и больше становится отдельной профессией. Это даже становится своего рода проблемой, потому что сущность программного обеспечения биткоина дает силу майнерам принимать решения. И какое бы программное обеспечение они не выбрали, это становится ПО и правилами по сути всей сети. Таким образом, майнеры по всему миру имеют силу голоса по таким вопросам, как «Какое программное обеспечение будет у биткоина, и на что сам биткоин, как сущность, должен быть похож?» Переворот в доверии 21 миллион – итоговое число БТС, которые будут выпущены к 2140 году. 12,5 биткоинов будут выпускаться в сети каждые 10 минут в 2017 году. Сатоши Накамото достиг этого, и ключевой вопрос состоит в том, как вывезти этот 21 миллион из сети биткоин. Если бы все мы просто отдали их Сатоши, у него было бы огромное бремя. Поэтому вы отдаете их всем людям в мире – женщинам, детям, американцам, бедным людям Африки, голодающим людям, коммунистам, всем, кто выбирает 21 миллион. И это та справедливость, до которой мы дошли – отдать их бесплатно всем желающим. Работа майнеров – брать все действующие транзакции, которые они видят, и затем собирать эти транзакции в так называемые блоки. И затем они заполняются, и наступает своего рода гонка с другими майнерами за привилегию иметь каноническую запись транзакций, которые имели место. В случае, если они выигрывают гонку, тогда появляется специальная транзакция, начиная с каждого блока, который награждает брендом внос созданный биткоин. Поскольку цены на биткоины растут, это стимулирует людей обратить внимание на оборудование для майнинга, что добавляет сложность производства в сети, то есть система наблюдает и вводит регулирование, чтобы стало труднее производить биткоины. Но пусть я произвожу все меньше и меньше биткоинов, но ценность каждого биткоина растет. Таким образом, мы достигли точки, где определяющие факторы привели к тому, что мы получили доступ к снижению цены на компьютерное оборудование и доступ к дешевой электроэнергии. И в настоящее время, где эти два условия легче всего найти, это Китай. По существу, от 2-3 до 3-4 от всех биткоинов, выпущенных в мире, были добыты с помощью майнингового оборудования в Китае. На этом объекте работает 15 человек. Их работа следить за оборудованием. Все они живут и работают на электростанции. Эти области страны с наиболее дешевыми тарифами за энергию. Они в отдаленных местах, не в городах. Поэтому люди даже и не знают, где находятся эти станции. В Китае действительно сильная конкуренция, и количество людей, которые приходят в майнинг биткоина, стремительно растет. И нижняя линия, это когда тебе повезло находиться в таком месте, как это, где затраты на электричество настолько низкие. Ну, вы сохраняете это для себя. В сущности, они имеют большую частность майнинговой мощности. У них на руках все карты для включения этих транзакций. И это другой важный момент. И я думаю, что, возможно, благодаря правительственному регулированию или еще чему-то, биткоин будет принят в какой-либо блок в Китае. Сейчас это очень и очень пугающий концепт. Особенно пугающим это должно быть для людей, которые инвестировали в бизнес, который построен на блокчейне биткоина. Один из вопросов спора, что вы видите, говоря о китайском вопросе в отношении сообщества биткоина, это роль, которую играют майнеры в Китае. Так или иначе, должно быть какое-то участие или какие-то попытки противостоять растущей силе Китая в пространстве майнинга биткоина и в целом блокчейна. Это действительно накаляет интерес вокруг правительственных моделей публичного блокчейна. Что вы сделаете в ситуации, и когда какая-то конкретная организация или группа организаций, действующих коллективно, будет иметь достаточной мощности в открытой системе, что даже смогут диктовать свою волю правительству этой открытой системы. Это своего рода экзамен по философии для этой технологии. Я имею в виду, что одна из основных идей здесь была в том, что люди, работающие вместе, могут создать лучшую систему и могут создать лучшее программное обеспечение, чем чей-либо стартап или любой предприниматель отдельно. Я имею в виду идею коллективной мудрости, разум Улея, чтобы быть более успешным, чем любой работающий человек по одиночке. До сих пор не всем ясно, что программное обеспечение, которое было разработано волонтерами по всему миру, должно адаптироваться достаточно быстро, чтобы сохранить существующую силу и все имеющиеся ресурсы вложить в этот эксперимент. Субтитры создавал DimaTorzok Биткоин развивается по демократическому пути, цель которого – достижение консенсуса. Но в последние годы все труднее и труднее прийти к согласию по вопросу, каким он должен быть. Сегодня на основополагающем уровне идет битва вокруг биткоина и сводится она к тому, сколько транзакций должно проходить через сеть. С одной стороны, у нас есть лагерь, который хочет расширить количество транзакций, проходящих через сеть, чтобы любой человек мог отправить транзакцию через сеть в любое время и по существу бесплатно. С другой стороны, лагерь, который по сути сдерживает рост биткоина, поскольку хочет быть уверенным в его безопасности и децентрализации сети. Эта битва уже превратилась в своего рода гражданскую войну внутри сообщества биткоин, и где обе стороны действительно борются за судьбу системы. Переворот в доверии. Часть третья. Биткоин в поисках себя. 1 мегабайт лимит вычислительной мощности обрабатываемых данных сетью биткоин каждые 10 минут. 7. Максимальное количество транзакций, с которыми сеть справляется за 1 секунду. Мы движемся к потенциально опасной точке информационной среды. Сегодняшнее общество имеет меньше свободы для самовыражения и для общения, чем предыдущие поколения, потому что тогда подобных технологий не существовало, и не было архивирования и сбора всех переговоров в физической среде. Когда все это перешло в интернете, все стало записываться по умолчанию. Кроме того, вы смотрите на вещи в связи с реакцией на слоганы и так далее. То есть положение дел сейчас стало намного более агрессивным, и люди предвидят, и международное правительство своего рода все это поощряет. Вам не нужно совершать преступления, чтобы быть подозреваемым в совершении преступления. Просто в случае обыска будут обнаружены записи. Когда криптотехнология сохраняет этот баланс, люди обретают главное, личное ожидание. Поскольку мы работаем над совершенствованием биткоина, то он должен сохранять эти целебные средства. Будет ли этот бизнес безопасным или позволительным, зависит от централизации. Сегодня у нас есть блоки по одному мегабайту, что эффективно работает с пятью-семью транзакциями в секунду, и за первые семь лет никогда не было проблем. Но в итоге сейчас, когда наступил восьмой год, блоки стали полными, как магистрали, которые очень сильно перегрузились. Сейчас главный вопрос в том, стоит ли нам строить 69-ю магистраль, 32-ю линию магистрали. Все это выглядит нелепо. Самое легкое инжиниринговое решение сделать размер блоков больше, или может быть пропускную способность сделать выше, больше машин, больше автобусов, карпулинг и все в этом роде. Это должна быть комбинация из двух решений. То, как я это вижу, это не только транспортирование на уровне биткоина, но и дополнительный уровень на вершине треугольника, который мы называем наслоением двух сервисов. А боковые стороны это другие технологии, такие как освещение, видимость. Это бы решило некоторые проблемы вместимости и транзакций. Это нагрузка на протокол, это большая эффективность сети, они не передают транзакции, они их отправляют между людьми, которые вовлечены в процесс платежа, и могут быть еще маршрутиризаторы, и они также увеличивают скорость транзакций. Транзакция видна практически немедленно, в то время как транзакция биткоина имеет своего рода компромисс, где вы можете получить 10-20 минут на подтверждение, в зависимости от количества. Часть сообщества инженеров считает, что лучшим решением было бы так называемое выключение блокчейна. Это решение, где транзакции не устанавливаются на блокчейн биткоина, а проходят вне блокчейна биткоина. Здесь будет много работы, много инноваций, и я уже вообще-то в ожидании этой работы. Это действительно интересная техническая работа. Мое большое разногласие состоит в том, чтобы не класть все яйца в одну корзину. Мы должны делать дополнительные инжиниринговые вещи, и просто увеличивать размер блоков сейчас, потому что мы можем это сделать, и нет причины не заниматься этим. Преимуществ однослоения гораздо больше, а от увеличения размеров блоков меньше. Если говорить конкретно, можно представить, что технологии это остров на земле. Люди ожидают, что история следующего года будет отличаться от этой, что значит огромный избыток мощности. То есть, вы хотите сказать, что тот спор, который ведется сейчас о масштабировании децентрализации, может быть неактуальным через год? Да, думаю, так и будет. Все транзакции в блоке могут содержать в себе комиссию, которая идет майнером. Это взятка по существу включает мою транзакцию в твоем блоке вместо чего-либо еще. Если блоки были бы гораздо большими по размеру, комиссии за транзакции были бы всегда очень низкими, но согласно математике, если вы делаете миллионы транзакций в блоке, то каждая оплата в один цент или даже в половину цента будет достаточной. Те, кто хотят быстрого масштабирования и говорят о том, что мы должны сделать блоки больше и вложить в них больше транзакций, должны понимать, что темная сторона состоит в том, что если мы сделаем блоки действительно больше, это повлияет на то, насколько хорошо люди могут владеть и распределять этот глобальный ленджер. Если даже несколько людей поддержат идею больших блоков, мир упадет в полное централизованное управление биткоина. Что касается идеологии, это будет зависеть от места, где биткоин инструмент только элиты, большие компании, я думаю, опасения сильно раздуты. Изначально, я думаю, была идея о том, что биткоин это множество разных вещей, это своего рода цифровое золото, но также он мог стать своего рода PayPal, где вы можете проводить транзакции по всему миру. со временем, я думаю, станет понятным, если эта система собирается расширяться, она не может быть всем для всех, она должна выбрать, чем она хочет быть. Биткоина. Продолжение следует... Я думаю, что биткоин – это своего рода зона ожидания последних лет, поскольку люди до сих пор пытаются понять, будут ли проблемы, с которыми сталкивался биткоин, решены. Или лучше перейти на другие системы, чтобы получить ту прибыль, которую обещал биткоин. Переворот в доверии. Часть 4. Блокчейн на подъеме. 350 миллионов суммы убытков биткоина в 2013 году при банкротстве МТГОКС. 65 миллионов суммы убытков биткоина в 2016 в результате хакерской атаки на Битфеникс. Конференция по консенсусу. Через несколько часов после того, как ученый в области информатики Крейг Райт объявил, что он есть Сатоши Накамото. Вы говорили, что не важно, кто такой Сатоши. Да, я не думаю, что это важно. Я имел в виду... Раньше до этого заявления я думал, что это один человек, которому и принадлежат все эти невероятные достижения. Он делал ставку на правильные вещи в правильное время. Я думал, что это мужчина от 30 до 50 лет, вполне вероятно, японец. Получается, я был близок к истине во всем, кроме того, что он японец. Я открыл для себя биткоин в 2011 году. Впервые я услышал о нем от своего отца. Он сказал, что это действительно новая интересная валюта, а также акции, которые вне контроля правительства, децентрализованные. И я должен ее проверить. Я стал серьезно заниматься этим, стал стараться заработать биткоины тем, что писал статьи в разные блоги. Я все больше и больше покружался в это и, наконец, стал сооснователем журнала о биткоине. В области хай-тек мы говорим об эффекте сети. Так, например, eBay имеет фантастический эффект сети. Есть две стороны – покупатели и продавцы. Те, кто продают вещи на аукционе, и те, кто их покупает. Чем больше торговая площадка, тем больше покупателей вы привлекаете. Тем больше людей хотят торговать на ней. Это и есть эффект сети. eBay – это горилла в 800 фунтов роста. Местодонт, который устанавливает правила в этом пространстве. И прямо сейчас биткоин – та самая горилла. В условиях технологической проверки концепта он, биткоин, вдохновляет разработчиков по всему миру. Финансовые институты, правительства, фондовые биржи. Каждый, кто работает в области финансов, обратил внимание на технологические достижения этой валюты. Технология блокчейн, которую представлял биткоин, была отодвинута в тень приложением блокчейна, самим биткоином. С конца 2013 года люди интересуются блокчейном. Они интересуются идеей, что можно самостоятельно создавать приложения, такие как биткоин. Валюта биткоин и технология блокчейна – это две разные вещи. Снап-карт основан в 2013 году, Сан-Франциско. Миссия – сделать для потребителей и бизнеса технологию блокчейн более легкой в использовании. Мир может полностью измениться в зависимости от того, как поведут себя технологии. Это какие-то космические технологии, такого никогда раньше не было. Я думаю, это и есть самое удивительное. Разработчики, создатели новых продуктов, придумывают какие-то новые вещи. Как, например, сначала они создают интернет, потом программное обеспечение, потом они начинают создавать веб-страницы, и это круто. Затем они создают веб-приложения, мобильные приложения, что еще круче. То есть, постоянно открываются новые горизонты, мобильные вместо веб. Я думаю, что блокчейн – это просто следующий шаг. 1,1 миллиарда долларов прибыли получили криптовалютные блокчейн-стартапы. И это очень значительная сумма. Другой интересный момент. То, что мы увидели – реверс тренда. Раньше было снижение уровня инвестиций в индустрии. Сокращались оба показателя – инвестиционные потоки и средний размер сделки. Все изменилось в точке Q1 с появлением блокчейна. Резкий рост инвестиционных категорий. По-моему, это глобальный провайдер рискованного менеджмента. Мы видим в блокчейне среду для финансовых активов. Это платформа для обмена цифровыми активами, которую мы изобрели, используя технологию блокчейн и ее специальные приложения. У нас кусок пластика, который помнит, что ты должен сделать, используя мобильное приложение. Мы проводим аналитику. Мы начали с биткоина, с публичного блокчейна. Дальше мы переходим к публичному блокчейну эфириума. И в итоге соединим все в мульти-блокчейн. Вы построили концепт подтверждения. Это децентрализованная энергетическая компания, которая соединяет соседей в сельской среде, подсчитывает их потребление и производство электричества в блокчейне. Сатоши, Крейг Райт, это новость. Кто такой Сатоши? Вы верите Крейгу Райту? И важно ли это для вас? Я Сатоши. Я шучу. И имеет ли для нас это значение? Я не знаю. Думаю, что нет. Мы агностики биткоина. Если биткоин будет успешным, замечательно. Если биткоин не будет успешным, великолепно. Это не повлияет на наши попытки сделать то, что мы хотим. Здесь, я думаю, мы все агностики. Компания борется за ваши глазные яблоки, используя технологию, конкурируя в блокчейне. Вот что сейчас начинается. Все до сих пор строят машины, чтобы начать гонку. В разработке у Барклайса есть программа у Содружества банков, и все остальные большие институты начинают строить по кусочкам, организуют лаборатории блокчейн. И бросают на это все ресурсы, людей, деньги. Но и банды хакеров не дремлют. Кроме того, есть эфириум, который собирается быть не только местом для финансовых транзакций. Это будет тем местом, где находятся все основные организации и информационные потоки мира. В какой-то мере, этот проект даже более амбициозен. Это будущее, где по существу вы увидите огромный глобальный компьютер, где происходит все. Программное обеспечение, принятие решений и даже политические процессы. Программное обеспечение. Продолжение следует... Эфириум был создан как новая и улучшенная версия биткоина, чтобы она могла делать те вещи, которые не может биткоин. Первоначальная цель Эфириума – создать не просто децентрализованные деньги, но по существу децентрализованный глобальный компьютер, который смог бы решить вычислительные проблемы. И у Эфириума есть собственная валюта – Эфир. Эфир – это действительно своего рода газ для вычислений, происходящих в сети, которым управляет Эфириум. Переворот в доверии Часть 5. Блокчейн Эфириума 30 июля 2015 года – дата выхода первой рабочей версии Эфириума. 160 миллионов долларов – пиковое значение стоимости Эфира, возросшее благодаря децентрализованной автономной организации. 50 миллионов долларов – стоимость украденного Эфира в результате хакерской атаки на Дау. Основная причина, по которой мне нравится это название – Эфир. Та вещь, вокруг которой ученые 19 века строили множество гипотез. Люди думали, что смогут путешествовать по воздуху благодаря световым волнам, как по водным путям. Они предполагали существование среды, проникающей во всю Вселенную. Считалось, что газ невидимый, но позволяет обозначить глобальную рамку. И в каком-то смысле это основа, на которой создана Вселенная. И хотелось провести аналогию с тем, что я хочу сделать. Дить в биткоин – как будто неправильный подход в этом говорить. Я бы сказал, что Эфириуму есть фичи и возможности делать такие вещи, у которых у биткоина нет. То есть это так же, как сказать, что там может ли телефон победить апрессивен. Эфириум – децентрализованная платформа приложений. Его прародитель, биткоин, больше, чем платформа для трансмиссии и хранения значений. Биткоин был по существу экспериментом в денежной теории и был дико успешным. И думаю, что Эфириум, как децентрализованная мировая паутина, в итоге сможет управлять разными видами приложений, которые мы увидим в сети. В конце концов, Эфириум – как лакмусовая бумажка для новой инфраструктуры интернета. Он работает как приложение Фейсбук. Разница в том, что он пиринговый, децентрализованный, в отличие от клиента ориентированного типа архитектуры. Здесь владение данными, коммуникациями, информационными каналами остается пользователем системы, в отличие от таких компаний, как тот же Фейсбук. Я думаю, что Виталик знает, что он строит гигантский, глобальный, распределенный суперкомпьютер. Никогда раньше человечество не видело ничего подобного. И он делает это с помощью механизма, который изначально поддерживает концепт умных контрактов и производит токены, как биткоин. Таким образом, стоимость создается с помощью майнинга. Самая большая разница состоит в том, что Эфириум производит разум, который можно перепрограммировать на те здания, где мы еще сами не знаем, что нужно делать. Одна из больших амбиций Эфириума с самого начала – то, что вы самостоятельно сможете программировать функционирование целых корпораций в этом глобальном компьютере. И у вас будет не только децентрализованная валюта, но и децентрализованная компания, которая будет работать по правилам, запрограммированным в эту сеть. Идея была в том, что Эфириум сможет дать начало тому, что сейчас называется децентрализованной автономной организацией. Суть DAO в том, что у вас есть автоматы, которые вписаны в код, основанный на блокчейне, и они работают через умные контракты. Своего рода механизм голосования – это может быть даже голосование по предсказанию рынка и другие новые вещи. Это могут быть компании, которые управляются не согласно решениям, принятыми людьми, не по правилам людей, а по правилам, которые вы запрограммировали в сети Эфириум. Мы можем оставить принятие решений искусственному интеллекту. И вы можете сказать, мы не можем прийти к консенсусу, представим, что это А1, и каждый отдает свой голос роботу, и робот принимает за них решения, и в итоге вы можете представить, что многие решения принимаются согласно А1, и лишь периодически вмешивается человек. DAO привлек около 150 миллионов долларов, и курс растет ежемесячно. Изначально прибыль была за операцию создания приложения. Потом пришел хакер и смог получить превосходство в контратаках. Он перекачал примерно половину денег на подконтрольный счет. При атаке был только один путь спасения, когда можно было вернуть свои пропавшие деньги. Это стало возможным благодаря тому, что DAO объявили, что похищенные средства нельзя использовать в течение 30 дней. Время, чтобы разобраться, как остановить атакующего, имевшего возможность контролировать 60 миллионов. На сегодняшний день мы имеем возможность видеть и определять, где мы можем что-то изменить, а где лучше так и оставить. Я не думаю, что эфириум оставил бы все как есть. Мы говорим о хардфорке всего блокчейна. Это породило хороший философский дебат о том, как справиться с подобной проблемой в области умных контрактов и виртуальной валюты. Вы видите один из самых привлекательных моментов технологии блокчейна, биткоина и эфириума. Запись всех транзакций, которые были в прошлом. Они никогда не могут быть изменены. По этой причине они и значимы. Вы можете оглянуться назад и видеть, что транзакция прошла, и знать, что в нее никто не может вмешаться, и никто не сможет ее заменить. В случае с DAO люди захотели вернуться и изменить эти контракты. Таким образом, транзакции человека, который похитил деньги, стали недействительными. Но это был удар в самое сердце эфириума. Продолжение следует... Разделение мнений по вопросу, как использовать биткоин в блокчейне, Это часть гораздо более обширного спора, который ведется сейчас в нашем обществе между открытыми и закрытыми системами. Что касается виртуальных валют в блокчейне, то люди, которые действительно верят в эту технологию, И я думаю, многие люди в Силиконовой долине, до сих пор придерживаются мнения, что самое важное в этой системе, это то, что она открытая. То есть каждый может ее использовать, каждый может в ней участвовать. Как в Википедии, любой желающий может зайти, отредактировать записи, нести свой опыт и знания в систему. Я думаю, на Уолл-Стрит и в правительстве есть опасения относительно открытой системы, которую представляет биткоин и эфириум, где каждый может участвовать и взамен получает безопасность системы. У Уолл-Стрит и в правительстве есть желание ограничить количество участвующих людей для того, чтобы по существу знать, что можно доверять каждому внутри системы. Переворот в доверии. Часть шестая. Кооперация или разрыв. 37 миллиардов такую сумму Goldman Sachs оценил потенциальную ежегодную прибыль от технологий блокчейн. 100% из 10 крупнейших мировых банков, участвующих в блокчейн-консорциуме R3. Ну это немного, немного лучшее. Посмотрите на мое лицо, а не на фиолетовый галстук. Похоже, только у меня такой галстук во всем документальном фильме. Я могла бы использовать это раньше сегодня. Да. На сегодняшний день R3 строится как разрешительная система, частая система, потому что это по существу мандат, который мы получили от наших банков, потому что им сказали, и потому что у них есть полное понимание частного права клиентов и разных других положений о конфиденциальности. Но и также это мандат, который они получили от своих регуляторов и должны играть по определенным правилам. Я не сильно интересуюсь частым сектором блокчейна. Мне не кажется, что выгодно иметь закрытый или частный ленджер. Наверняка и здесь есть какие-то преимущества. Но разница очевидна между частным регистром, построенным на технологии блокчейна, и частным ленджером, построенным на технологии иных баз данных. Большинство финансовых институтов относятся скептически к открытым ленджерам, регистрам по ряду причин. Во-первых, Уолл-стрит работает согласно нормативно-правовым ограничениям, которые не могут позволить просто игнорировать центральные банки или различные регуляторы безопасности, регуляторы поведения. Мне самому очень интересно, может ли технология биткоин и блокчейн работать в регулируемой среде, потому что я работаю в компании, которая называется Coinbase, она является одной из ведущих по обмену и обслуживанию кошельков, предоставляемых здесь, на территории Соединенных Штатов. Также компания одна из ведущих по всему миру и должна работать в регулируемой среде. Если посмотрите на дебаты вокруг биткоина, там идут споры о размере блока, разные беспокойства по поводу масштабирования системы. Но мы все еще стоим в точке, где можно провести всего несколько транзакций в секунду, а мир глобальных финансов оперирует тысячами, если не десятками и сотнями тысяч транзакций ежесекундно. Сюда же можно включить кредитные карты, проценты по торговле и так далее и тому подобное. Меня до сих пор не убедили, что частный блокчейн – это что-то новое. Может быть, это средство, которое помогает распространять информацию между банками, но если вы полагаете, что распространение информации должно быть связано с общими подходами бизнес-практики, тогда вы также должны знать, что это путь к централизации в банковском секторе. И при худшем сценарии это создаст систему одного банка. На высоком уровне, я думаю, это своего рода схватка индустрии с новой технологией, и она никому не нравится. Раньше таким было видение Силиконовой долины, и оно мало эволюционировало. Мысль о том, что будущее денег через 5-10 лет никак не изменится, экосистема другая, участники другие, банки и центральный банк не играли той роли, которую играют сейчас. И они разрабатывают технологию, которая даст новые возможности миру. Уолл-стрит так не думает. Это могло бы быть довольно разрушительным для существующей бизнес-модели, поскольку данная сеть не предусматривает оплаты за движение денег. А это большая часть того, как банки и брокеры зарабатывают деньги. Они берут часть транзакций в качестве комиссии. Институты Силиконовой долины как будто посмотрели на банки и сказали примерно следующее. А что они делают? Они имеют дело с информацией, с базой данных и рисками. И вообще-то мы тоже можем так делать. Почему бы банкам не заняться банковским бизнесом? Большую часть истории Силиконовой долины Уолл-стрит был ее клиентом. Но я думаю, что в последние десятилетия ситуация возвращается к тому, что было в конце 90-х, начале 2000-х. А там было множество предпринимателей, благодаря которым и появляются новые вещи. И это разнообразие продолжает развиваться. Поэтому Уолл-стрит становится конкурентной индустрией. В Силиконовой долине всегда были технологичные фирмы. Там не было ни IT-компаний. Разница в том, что банки – это технологичные фирмы, которые берут на себя риск. И периодически имеют неприятности от рисков. И несут убытки от последствий этих рисков. Многие люди приводят пример Абер и AirBnB. Они хотели быть инновационными. Они хотели сломать некоторые правила. Отсоединиться от Китая и китайских поставщиков. До что позже пришлось раскаяться. Одно дело, когда вы берете комиссию за такси где-нибудь в городе. И другое дело, когда вы заведуете отелем в целом муниципалитете. Если взять Федеральную резервную систему, это эквивалент комиссии по безопасности и обмену. И если вы решили не играть с ней по правилам, значит вы решили нарушить закон. Значит есть основания призвать вас к уголовной и гражданской ответственности. Это очень и очень большой вызов. И идея о том, чтобы сломать правила в финансовом секторе, и если честно, это даже наивно. Думаю, что изменения, которые сейчас происходят в обществе благодаря технологиям, давно ожидаемы. И они приведут к тому, что мы наконец сможем строить важные вещи на их основе. Биткоин и блокчейн технологии ожидают приложения-убийцу. Или серию таких приложений, которые сделают очевидным для людей всю их значимость. Есть одно видение будущего, когда победят открытые системы, такие как эфириум или биткоин, или же победят закрытые системы, разработанные банками и правительством. Я думаю, что есть и другое видение будущего, где обе системы смогут существовать и взаимодействовать друг с другом, в зависимости от того, кому что хочется сделать с деньгами. Переход от одного вида экономики к другому невероятно болезненный. Но когда мы перейдем на другую сторону, то будет лучше. На основе книги Натаниэля Поппера «Цифровое золото». Продолжение следует... Продолжение следует...